Поговорим, естественно, сегодня про автоматизацию тестирования мобильных приложений, но... Да, есть просто особенности в мобилке, которых нет в вебе. Мануалить гораздо лучше, проще iOS. А в работе необходим парк девайсов. Все равно мне прилетает предложение о работе. Апиум, работу с ним, настроить его окружение. Пишу, что извините, я не рассматриваю. Просто ждать, пока не выполнится. Ты всегда должен чему-то учиться. Привет! Это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT не только. Ребят, много времени в нашем канале мы уделяем рассмотрению технологий и инструментов вкупе с языками программирования. Конечно, в стране мы стараемся не оставлять тестирование и тем более автоматизацию. Сегодня вместе с моим гостем мы рассмотрим небольшой, но, как мы посчитали с нашим гостем, важный и значимый продукт в нашей школе. А именно автоматизацию тестирования мобильных приложений на Апиум. В нашем ролике мы ответим на следующие вопросы. Почему это важно знать? Почему в принципе необходимо знать автоматизацию тестирования мобильных приложений именно на Апиум? Самое главное, с каким бэкграундом можно прийти на данный курс. Во всем мне поможет разобраться наш наставник и практикующий Java-разработчик из компании Андерсон Андрей Михаевич. Ну что, Андрюх, привет! Привет, Илья! У нас с тобой сегодня такая необычная встреча. Хотя, в принципе, наверное, в наше время тоже такая обычная встреча, которая распространена в IT-компаниях. Давай с тобой поговорим, естественно, сегодня про автоматизацию тестирования мобильных приложений. Но прежде я бы хотел с тобой познакомиться, немножко расскажи о себе. У меня будет пара ключевых вопросов. Сколько тебе лет? Где ты учился и что ты заканчивал? И как ты, собственно, сам попал в IT? Мне 26 лет. Заканчивал я радиотехнический колледж и радиотехнический университет. И попал я в IT, по сути, как бы я всегда знал, ну, седьмого класса, скорее, чем всегда. Я знал, что я буду что-то связанное с компьютерами, и все-таки я хотел в IT-шку. И получилось так, что на втором, перед вторым курсом я пошел на курсы тестирования в IT-академии. Я изначально закончил курс Q-Engineer, и после этого я попал в компанию тогда еще в УКОМ, сейчас это один, как тестировщик. Как бы ты вообще мог описать свой вот такой первый профессиональный опыт? То есть были ли у тебя там интересные задачи, проскилывался ли ты там в роли тестировщика? Все ли было ОК для тебя? Ну, честно, это был очень интересный опыт, потому что для меня, как, так сказать, новичка, да, первые полгода у меня просто голова пухла от новых знаний, от новых людей, от каких-то новых технологий. И постоянно чему-то учился, и, в принципе, очень так было хорошо в коллективе. То есть постоянно, если что-то не знаешь, то либо пойдешь в кого-нибудь спросишь, либо же второй вариант – это пошел-спросил, потом пошел-загуглен. Классика. Хорошо, давай тогда немножко к сути нашего дела. Дело, опять же, про тебя. Как давно ты успел познакомиться с автоматизацией тестирования мобильных приложений? В принципе, я познакомился с мобильной автоматизацией сразу же, почти как попал в компанию, тогда еще в Угром, сейчас-то один. И это был очень такой необычный опыт, потому как сначала ты автоматизируешь, во-первых, тестируешь руками, плюс еще ко всему ты автоматизируешь веб, тут еще плюс, ты начинаешь автоматизировать мобайл, и это было необычно. И в какой-то мере изначально это было сложно, но потом, когда ты разбираешься, становится все гораздо на опыте просто. Слушай, а вот тогда, что вот уже сейчас, скажем так, спустя столько лет опыта, сложнее тебе и сейчас, и, наверное, тогда было автоматизировать веб либо мобайл? Честно, я бы не сказал, что есть какая-то очень большая разница в автоматизации веба либо мобайла, потому что, по сути, да, ты и так, и так используешь фреймворки какие-то для автоматизации, ты, опять же, используешь локаторы для доступа к элементам. Да, есть просто особенности в мобилке, которых нет в вебе. В вебе есть особенности, которых нет в мобилке. Когда вот я общаюсь, например, с тестировщиками, которые в основном занимаются мануальным тестированием, и у них тоже в профессии есть понятие тестирования веб-приложений и мобильных приложений, они мне говорят, что, в принципе, им чаще всего в работе необходим парк девайсов. Такая же ровная ситуация непосредственно у автоматизатора мобильных приложений, то есть необходимо им иметь телефон, планшет и прочее, прочее. Ну, тут все зависит от требований заказчика, это, во-первых, потому что мы можем поднять также просто эмулятор, либо симулятор на компьютере. Также ко всему, да, мы можем тестировать на реальных устройствах, которые у нас будут прямо вот на руках. И также еще есть такая штука, как мобильные фермы. Это, по сути, это просто аренды таких же реальных устройств у каких-то компаний типа Amazon. Ну, это все происходит в клауде, насколько я понимаю, правильно? То есть мы просто заходим, регистрируемся, и там в режиме реального времени можем встретить, как все отображается, правильно? Да. А какие вообще ключевые фичи постоянно приходится автоматизировать в тестировании мобильных приложений, те, которые у тебя, они из раза в раз одни и те же, и те, которые мы тоже будем делать на курсе? Ну, расскажи подробнее, потому что я в этих вещах не разбираюсь, мне на самом деле интересно. Так, если посмотреть, то как бы из раза в раз каждое новое приложение ты всегда автоматизируешь как минимум одну ключевую фишку – это вход и регистрация пользователя. Дальше, как бы, тут все зависит от приложения, тут может быть просто там постоянное заполнение данных, либо же это просто какие-то проверка полей, да, например, либо же это end-to-end тест. Как бы все зависит, опять же, от того, что необходимо для проекта. А что такое end-to-end тест, разверни немножко? End-to-end тест – это когда у нас идет вот пользователь, как ты, как пользователь, заходишь в приложение, в любое, без разницы, это веб, либо мобайл, это, в принципе, понятие тестирования, и ты, как пользователь, проходишь полностью весь путь, вот, например, в интернет-магазине, ты зашел в интернет-магазин, какой-то товар выбрал, оформил заказ. И вот это называется, то есть, полный клиентский путь. Андрей, будет такой вопрос. Насколько автоматизация вообще усложняет, либо упрощает процедуру тестирования мобильного приложения? Смотри, тут, опять же, вопрос к подходам, да, как бы, если мы говорим о том, что у нас процессы настроены, минимально хотя бы на проекте, то сама автоматизация будет упрощать работу не только тебе, как автоматизатору, да, то есть, ты там какие-то там тесты написал, еще что-то, потом можешь переиспользовать, например, где-то еще там функционал какой-то, но также это будет очень большой, большая помощь мануальным тестировщикам, которые будут в последующем, могут не делать свои тесты руками, прогонять, просто звонить условно или писать тебе куда-нибудь в Телеграм со словами, там, можешь, пожалуйста, запустить тесты. Либо же, если это прям настроенный процесс, это автоматически прогоняется, тогда даже не особо нужно, в принципе, как бы просить кого-то. То есть в классической версии за счет автоматизации мы просто при грамотно выстроенных процессах сокращаем время тестирования продукта, правильно? Да, ну, либо же мы еще дополнительно охватываем какую-то выполненную функционал во время, например, релиза какого-то, да? Из-за экономии времени у нас появляется свободная там 10-15 минут, например, и мы можем за эти 10-15 минут еще что-то проверить. Правильно ли я понимаю, что у будни автоматизаторов, неважно, что ты автоматизируешь, что в тестировании, это веб либо мобайл, одни и те же, то есть ты, когда запускаешь тесты, ты условно можешь чилить, просто ждать, пока не выполнится? Не всегда. Потому как, во-первых, у нас же всегда есть какие-то там колы, обсуждение, что мы будем автоматизировать, там, в следующий спринт, там, какие там тест-кейсы берем или там нужно дописать тест-кейсы, поэтому, как бы, у нас большое количество, в принципе, звонков есть. Плюс, как бы, дополнительно к этому, пока, например, один тест идет, ты можешь начинать рассматривать дальнейшие какие-то тесты, какие ты будешь автоматизировать, например, у тебя есть список, ты один записал, пришел на завтра, опять же, решил перепроверить, что ничего не упало, запустил его и пока рассматриваешь оставшиеся. Такой, наверное, неоднозначный вопрос, но его может задать, например, обыватель, такой, как я. Что сложнее тестировать, а если бы Android-приложение? В чем специфика каждого? Смотри, тут ситуация такая, что для автоматизатора, наверное, проще будет писать тесты под Android, потому как это не требует дополнительных затрат, как, там, настройки окружения, еще чего-то, да, то есть ты подключил телефон и пошел писать тесты. А для iOS именно со стороны мануального тестирования проще тестировать, потому что меньше телефонов, меньше версий, и поэтому мануалить гораздо лучше, проще iOS. В автоматизации нет. В автоматизации, если у тебя вообще настроено, то я бы сказал, тут как бы парикет. Вопрос про рынок. Насколько, в принципе, вот автоматизатору, который научился автоматизации веб-приложений, можно поднять свою зарплату на рынке, если ты еще дополнительно поднял автоматизацию мобильных приложений? Наверное, все-таки не всегда технические скиллы решают за эту зарплату. Все же зависит от того, как ты общаешься и насколько ты себя оцениваешь. Если ты придешь к заказчику и скажешь, я знаю еще мобильное тестирование, я знаю вот это, давайте еще что-нибудь сделаем, но давайте там поднимем. Взб, возможно, он скажет, что мне нет мобильного тестирования, а другой заказчик скажет, что мы вот как раз и хотим, чтобы нам автоматизировали и веб, и мобайл. Вот тебе еще и зарплата там плюс на 500 долларов. То есть все зависит, да? Все зависит от того, как ты умеешь себя продать, и все зависит от того, что необходимо закачивать. Насколько сейчас со стороны рынка вообще живы запросы по автоматизации тестирования мобильных приложений? Постоянно ли они прилетают конкретно в твой департамент, в компании, где ты работаешь? Честно, как бы настолько в менеджерский уровень я не влажу, но именно по автоматизации, как бы даже учитывать того, что я уже отошел немножко от автоматизации, все равно мне прилетают предложения о работе. Я пишу, что, извините, я не рассматриваю, но прилетают, бывает по несколько раз в неделю. То есть ты ушел уже сугубо в софтверную инженерию, правильно? То есть ты решил быть именно софтверным инженером, Java-разработчиком, да? Да. Андрей, как ты вообще считаешь, в 2022 году ребятам, которые хорошо знают мануальное тестирование, которые, в принципе, освоили для себя автоматизацию тестирования веб-приложений, точно стоит смотреть, чтобы изучить автоматизацию мобильных приложений? Надо ли это вообще, в принципе? Знаешь, этот такой вопрос, что, как бы, реально, ты, когда работаешь в IT-шке, ты всегда должен чему-то учиться. Если честно, как бы, за весь мой опыт, да, как бы, я не могу сказать, что я знаю все. Постоянно что-то новое учил, как бы, что-то новое, там, пошел с коллегами, например, кофе вкопить. Вообще, о чем-нибудь поговорили, уже что-нибудь, наверное, узнал. При том, что, вроде как, я немало знаю. Что вообще мог бы ты мне рассказать про Apium? Что это такое, почему именно этот инструмент мы рассматриваем в курсе по автоматизации? Именно этот инструмент, потому как, во-первых, это кроссплатформенный инструмент, плюс ко всему, то есть мы можем автоматизировать как iOS, так и Android на нем. Плюс ко всему, он поддерживается таким неплохим кругом языков программирования, то есть можно как автоматизировать через него и на Java, и на JS, и на Python. То есть, как бы, его можно подключить на разные платформы. Плюс ко всему, как бы, мы не привязываемся к какому-то определенному языку. Это бесплатный инструмент, потому что я знаю, что есть аналоги, но они платные. Такой автоп тогда сразу, а стоит ли вообще их проплачивать? То есть, действительно ли они расширяют поле возможностей? Вот, может быть, ты с ними работал, поэтому можешь что-то сказать? Да, я работал как раз с одной из таких, так сказать, с одним из таких приложений, которое позволяло автоматизировать. Это был такой интересный опыт. Как бы, конечно, в какой-то мере он проигрывал, потому как была автоматизация не на Java. Плюс, как бы, там были тоже свои вопросы по поводу подключения разных девайсов. И в текущий момент, как бы, если мы говорим о кроссплатформенности и не без привязки к каким-либо языкам программирования, вот если мы говорим об автоматизации нативных приложений, да, когда мы там автоматизируем, автоматизацию поднимаем на том же там Свифте, либо же на Котлине, либо на других языках, например, на Реакте, то в таком случае, как бы, именно Апиум, я считаю, как бы, в текущий момент, наверное, более выгодным. Давай немножко про наш курс, опять же, вернемся. То есть, смотри, у нас в нашем учебном продукте заявлено, что 64 академических часа, 16 занятий. Достаточно ли это для того, чтобы освоить автоматизацию тестирования мобильных приложений? Знаешь, это, в принципе, достаточно для того, чтобы, во-первых, немножко углубить свои знания в тестирование, как таковое, потому как, все-таки, мобильное тестирование – это часть тестирования, в общем. Плюс ко всему это углубить знания в автоматизации. И плюс ко всему, как бы, если ты не будешь в дальнейшем себя, так сказать, прокачивать, то, я думаю, что какие бы ты знания не получал бы, ты бы, ну, то есть, они куда-то забываются, да? Мог бы тогда ты мне рассказать вообще по структуре, что мы, в принципе, изучим в курсе, так как ты нам помогал составлять программу, это, в принципе, твой продукт. То есть, на какой основе у нас будет построено обучение? От нуля, там, условно, до выпуска? Какие темы пройдем, что закроем? Ну, во-первых, немножко чуть-чуть углубимся в Java. Там буквально пару уроков по тому, как все-таки с тем, как я вижу, что лучше брать для автоматизации, ну, использования, да, то есть в автоматизации там пару тем есть по Java. Потом именно по мобильному тестированию пройдемся. В следующем сразу же начнем разбирать API, работу с ним, настройку окружения. И в итоговом, по сути, за весь курс мы, думаю, заавтоматизируем два, может быть, три приложения. Какие-то такие, может быть, простые тестики, может быть, end-to-end тестики. И, конечно, это будет дипломата написать свой фреймворк для автоматизации приложения. По входовому бэкграунду, то есть с каким уровнем подготовки должны быть ребята для того, чтобы им было комфортно обучаться на этом курсе? По входовому бэкграунду я бы сказал, что, как минимум, это выпускники уже, ну, то есть, закончившие тестирование хотя бы автоматизацией. Если это будут люди с опытом, то это тоже хорошо, как бы, всегда готов помочь, научить тому, что знаю. Но, правильно ли я понимаю, мы рассматриваем сугубо автоматизаторов, то есть те ребята, которые заканчивали автоматизацию, не ручное тестирование, правильно? Да. И язык программирования для автоматизации, собственно, Java? Ну, мой, как бы, текущий язык программирования — это Java. Как бы, я не настолько знаю, например, тот же JavaScript. Поэтому, как бы, да, Java — это должно быть хотя бы понимание Java. Андрей, смотри, ты на текущий момент знаком с рядом технологий и направлений. Ты успел поработать и в качестве тестировщика, ты работал с автоматизацией, сейчас ты Java-разработчик. Упор в какие технологии и языки ты сейчас делаешь в своем развитии? Что тебе сейчас вообще интересно? Ну, для меня, в принципе, как бы, я постоянно что-то учу. Постоянно пытаюсь что-то новое читать. Сейчас у меня, как бы, вот, пошел, так сказать, карьерный рост, я ушел, наконец-то, в разработку. Поэтому у меня в текущий момент это именно Java, это тот же Spring, Hibernate. Вот, в этот, в этот стиль я хочу выйти больше. Кстати, а почему так случилось? То есть это какое-то желание, так, спустя года ты понял, что тебе в тестировании уже немножко тесно, и ты хочешь уйти в разработку, потому что... Но, в принципе, же в тестировании дальше тоже можно продолжать классно расти. Я, в принципе, всегда знал, что я хочу быть разработчиком, да. Просто, когда я пошел в университет, я понял, что мне понравилось тестирование, я бы это заинтересовал. Я подумал, почему бы и нет. Я попробовал себя в этом, я поработал, и, как бы, вот сейчас, в принципе, когда ты работаешь уже более эндовое количество ряд, тяжело куда-то переходить. И, как бы, сейчас я вот переехал сначала в Польшу, потом подумал, что пока нет семьи, детей, я могу себе позволить этот переход, когда потратить, там, более полугода на изучение, чтобы войти именно в разработку. Чем вообще ты увлекаешься, помимо своей работы, помимо того, что ты будешь вести у нас учебный продукт, то есть что тебе вообще интересно по жизни, твои увлечения? Ну, в принципе, когда-то я собирал какую-то веку насквозь. Похвально. Что еще? Еще я коллекционирую монетки. Большая коллекция? Сейчас я больше переключился, знаешь, на евро, потому как, в принципе, там, если захотеть, то там жизни не хватит, чтобы собрать всю коллекцию. А почему так, кстати, поясни? Потому что у каждой страны свои монеты евро. Плюс еще есть юбилейные монеты евро, там, приуроченные каким-нибудь событиям, поэтому там очень большая, может быть, коллекция. Когда я начал собирать монеты и коллекционировать, да, через одно количество времени я понял, что если я начну собирать монеты со всего мира, у меня не хватит квартиры. А что-то еще? То есть или в основном вот именно вот эти два увлечения, ну и плюс работа? Ну, смотри, сейчас как бы еще играем в сквош в свободное время, ну и с друзьями тусить, почему бы нет. Конечно, надо быть социальным человеком в первую очередь. Я согласен. От тебя, как от будущего наставника нашего продукта, такое напутствие для наших студентов. То есть что ты хотел бы видеть от них, к чему им готовиться, что они смогут от тебя получить? Из напутствия я бы сказал, что нас ждет увлекательное приключение в тестировании мобильной автоматизации, да. И по поводу чего я ожидаю, это того, чтобы люди были заинтересованы на курсе. То есть чтобы это было какое-то желание делать то, что мы будем делать на курсе. Такой еще будет вопрос. Ты уже продолжительное время живешь в Польше. В принципе, насколько я понимаю, ты уже успел понять, каким образом устроены местные IT-сообщества и так далее. Что бы ты вообще в принципе мог сказать про польский IT-рынок? Как он устроен? Хватает ли там вакансий? Есть ли там места для белорусов? Давай так. В принципе, если посмотреть на IT в мире, то как бы постоянно новые люди заходят, и постоянно есть место для всех, в принципе, более или менее адекватных людей, есть место в IT. В Польше я не настолько, например, изучал рынок IT, как даже в принципе и в Беларуси не особо его изучал. Я пришел, отвлекнулся на пару вакансий и сказал, я хочу работать. Там меня просто находили, и я начинал работать. Честно, как бы в Польше немножко другие законы, немножко другое отношение к людям, что в какой-то мере радует. То есть, поэтому, как бы, если есть желание, то я попробую. Слушай, спасибо тебе большое за сегодняшний рассказ. В принципе, мы, наверное, покрыли весь скоб вопросов, который у меня был заготовлен. Готовимся плавно к запуску нашей первой учебной группы. Думаю, что у тебя и у ребят все получится. Еще раз спасибо. Ну и до новых встреч. Думаю, что что-нибудь еще через время мы сможем рассказать вместе с тобой на нашем канале. Спасибо, Илья. Все, давай, пока. Ребят, я надеюсь, вам было интересно. Самое главное, чем хотим вас также обрадовать. Курс небольшой, курс достаточно полезный. Ссылочка на него будет находиться в описании. Главное, для ребят, которые заканчивали в нашей школе программированный TechMeSkills курс по автоматизации, еще будет дополнительная скидочка. Все условия есть на сайте. Ознакомьтесь, смотрите ролик, ваши лайки, комментарии. И мы еще увидимся. Пока. Продолжение следует...